Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем в городе подчеркнул – сезон на кубанских курортах начинается не с карнавалов, а с порядка. Объезжая город, мэр первым замечает недостатки в благоустройстве, нарушения правил строительства и требует незамедлительно устранять их, обращаясь к своим заместителям, руководителям городских управлений и служб, сотрудникам правоохранительных органов. Порядок должен быть везде – и в центре города, и на Пионерском проспекте, в курортной станице Благовещенской, в Суко и на Утрише. Чтобы, побывав у нас на отдыхе, гости курорта хотели вернуться в будущем году. И рекомендовали она по знакомым, как город, где отдых, лечение и качество услуг организованы на высоком уровне. На этой неделе депутатская комиссия проверила готовность пляжных территорий к высокому сезону. В состав комиссии вошли представители отдела Роспотребнадзор, сотрудники управления здравоохранения и образования. Специалисты осмотрели пляжи, уделив особое внимание местам отдыха для детей. Обход муниципальных пляжей Анапы начали с центрального. И сразу первое замечание – ржавые водостоки у входа, особое внимание детскому городку. Индивидуальный предприниматель не закрепил пластмассовые домики, а это угроза безопасности детей. Стулья поломаны, и батут то ли наполовину надут, то ли наполовину спущен. Уголок потребителя оформлен не по стандартам. Жалобы на качество обслуживания даже предъявить некому. К самой территории пляжа замечаний нет. Во второй точке проверки на пляже Джимите претензии к медицинскому посту. Антисанитария, помещение не оборудовано. Медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим нет. Нарушение и на центральном пляже села Витязева. Возводимая установка гидромассажа на берегу вызвала много вопросов у специалистов, проверяющих служб. Несмотря на недочет в оборудовании пляжных территорий, в курортном сезоне 2014 года депутаты отметили положительную тенденцию. Результат работы предприятия МУПАКУ заметен. Замечания депутатов, специалистов, проверяющих служб зафиксированы в протоколе. Но устранение недочетов у предпринимателей несколько дней. Комиссия запланировала повторную проверку. На очередное заседание комитета депутаты пригласят руководителей, ответственных за санитарное состояние пляжей. Туристы приезжают в Анапу отдыхать и оздоравливаться. И для комфортного отдыха местных жителей и гостей курорта важна каждая мелочь. Подготовку к сезону и меры повышенной безопасности отдыха обсудили на краевом селекторном совещании. В этом сезоне Кубань ожидает более 12 миллионов туристов, среди которых полмиллиона детей. И главная задача краевых и муниципальных властей в этот период – обеспечить безопасность жителей и гостей. Обратил внимание силовиков и глав муниципальных образований губернатор Александр Ткачев. На совбезе глава региона распорядился мобилизовать все силы и уделить внимание санаторно-курортным комплексам пляжем, там где больше всего отдыхающих. По завершению краевого селекторного совещания глава Анапы обозначил ряд задач перед подчиненными. Так должно быть увеличено количество видеокамер и не только в центральных районах Анапы, но и в сельских округах. Руководителям здравниц курорта предстоит отчитаться о наличии паспортов безопасности. Без этого документа к работе в сезон ни одно учреждение допущено не будет. Анапский межрайонный прокурор Максим Зловин проинформировал, в ближайшее время надзорный орган проверит готовность ряда детских здравниц к высокому сезону. За помощью к главе Маранапы провел личный прием граждан. Речь шла об улучшении жилищных условий, организации предпринимательской деятельности в рамках закона, решении жилищно-коммунальных проблем. На этой неделе авиакомпания «Акбарс Аэро» начинает выполнять авиарейсы из международного аэропорта Анапа в Симферополь, Плоустров, Крым. Вместимость пассажиров этого рейса до 50 человек. Время в пути около 50 минут. Протяженность маршрута почти 300 километров. Перелеты из Анапы в Симферополь будут выполняться 7 раз в неделю. Вылет из Анапы в понедельник, среду, пятницу и выходные дни, субботу и воскресенье. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 1500 рублей. Напомним, что новое направление – второе по счету, связавшее Краснодарский край и аэропорты базы Лайера с новым российским регионом – полуостровом Крым. Курортный сезон только начинается, а пробки на въезде в город уже становятся испытанием для анапчан и гостей курорта. По поручению главы города Сергея Сергеева сотрудники рота ДПС попытались разобраться в причинах и устранить фактор массового раздражения на дорогах. С наступлением лета дороги на въезде в город полностью забиты транспортом от ЖД вокзала до улицы Крестьянской и со страницы Анапской до улицы Солдатских матерей. Одна из причин пробок – повышение плотности потока машин. Большинство гостей приезжают на личных автомобилях. Затору создают водители, уступая путь пешеходам. Еще одна причина пробок – в несогласованной работе светофоров. В районе Восточного рынка дорожные заторы по вине водителей. Машины паркуют слева и справа от дороги. Вместо двух полос для движения остается одна. Инспекторы рота ДПС регулируют движение на дорогах, чтобы разгрузить большие потоки автомобилей. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул необходимость расширения Симферопольского шоссе от улицы Северной до Санатория Россиянка за счет четвертой полосы и перехватывающих парковок. Также планируется строительство подземного пешеходного перехода в станице Анапской, что позволит устранить многокилометровые пробки. 1 июня в Международный день защиты детей на Пионерском проспекте прошло торжественное открытие детского парка аттракционов «Солнечный остров». Для гостей мероприятия клуб танцевального спорта «Луна Парк» подготовил праздничную концертную программу. Юных гостей парка встречал жонглер и клоун цирка Юрия Никулина. Почетное право перерезать красную ленту предоставили создателю и генеральному директору парка Евгению Суханову и заместителю главы Анапы Людмиле Мурашовой. В новом парке установлены 8 современных аттракционов для малышей и подростков. И в велогородке все по-взрослому. Размещены знаки, дорожная разметка, чтобы дети, играя, научились соблюдать все правила дорожного движения. В день открытия для детей из интерната администрация парка подготовила отдельный подарок – 100 бесплатных билетов на аттракционы. А всех юных посетителей Солнечного острова угостили мороженым. Новый детский парк на Пионерском проспекте будет радовать жителей и гостей курорта все лето. Международный день защиты детей – 1 июня. Анапчане отметили на Театральной площади праздничной программой «Анапа. Город счастливых детей». Стартовала всероссийская акция «Займись спортом. Стань первым». В рамках акции на Театральной площади прошла торжественная церемония открытия всекубанского турнира по стритболу среди дворовых команд и детско-юношеских спортивных школ на Кубок губернатора Кубани. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Игры по правилам и без – торговля, транспорт и благоустройство на постоянном контроле властей города. На старте высокого сезона – готовность санаторно-курортного комплекса в центре внимания. Руководителям детских здравниц напомнили требования к работе учреждения для допуска к приему маленьких гостей. 8 июня все работники социальной сферы отмечают профессиональный праздник – День социального работника. Цирк приехал, гости растерялись. Обратная сторона медали – яркого и блестящего цирка в детском парке. Сейчас обо всем подробнее. Нарушения правил торговли зафиксированы на рынке в проезде к морю в Суко. Рейд провели сотрудники управления муниципального контроля. С наступлением курортного сезона в Анапе начинается и сезон активной торговли. Количество торговых точек растет, как на дрожжах. Рейды по выявлению нарушений в этой сфере проводят регулярно. Специалисты контролирующих органов проверяют документы, внешний вид торговых объектов и соблюдение предпринимателями правил торговли. Очередной рейд сотрудники управления муниципального контроля провели в селе Суков. В проходе к пляжу через проезд казачий организован рынок. Реализаторы в торговых палатках правил не соблюдают. Выставляют объекты для продажи далеко за пределы своих ролетов. Купальные принадлежности, тапочки, шляпы, сувениры и даже нижнее белье. Все это напоминает скорее барахолку, а не цивилизованную торговлю на курортной территории. Внешний вид и впечатление от него наших гостей – это одно. Другое – неудобство для отдыхающих. Выставленные столы с товарами, холодильные камеры с продуктами, ящики с фруктами на земле загораживают проход. Рейдовые мероприятия проходят здесь уже не в первый раз. Владельцы торговых точек знают – торговать разрешено только в пределах арендованной площади. Но многие выполнять законные требования отказываются. Сейчас мы уже составляем на рейдингах людей протокол о международном правонарушении за неправильную торговлю. Следующее – уже не будет предупреждения. Все, что будет висеть, все будет составляться в другой протокол и будет все конфисковываться. Никто не запрещает торговать. Пожалуйста, есть ваша граница, ролета, вот она. Она должна быть? Там торговля у себя происходит? Я понимаю, что именно так. Но дело в том, что существуют чуть-чуть другие понятия. Мы живем не по понятиям, а по законодательству. Я не уведу. Большинство предпринимателей с требованиями сотрудников службы согласились и тут же принялись наводить порядок в своих торговых точках. Но все-таки без составления административных протоколов не обошлось. Сумма штрафа, который грозит нарушителям, от 2000 рублей. Рейды продолжатся, пока во всех торговых точках не наведут порядок. Цирк – это всегда праздник. Но только ли одни удовольствия дарит анапчанам яркий шатер на территории детского парка? Обратная сторона медали яркого и нарядного цирка в нашем следующем сюжете. Цирковой павильон прочно обосновался на территории детского парка. На самом деле здесь уютно и тут ему самое место. Но, к сожалению, мусор вокруг скапливается столько, что анапчане стали бить тревогу. Управление культуры, закрепленное за парком, выходит на субботники, подтверждая, что вывозят они отсюда этого самого мусора горы. Вместе с начальником Роспотребнадзора и заместителем главы по социальным вопросам мы решили посмотреть, соответствуют ли действительности жалобы анапчан на то, что вокруг цирка, мягко говоря, беспорядок и антисанитария. Так называемый хоздвор и в самом деле был захламлен до отказа всякой всячиной. Арендаторы этого участка планируют построить здесь крепости, демонстрировать рыцарские доспехи. В этом, наверное, ничего плохого нет, но судя по тому, как содержится территория, порядка не стоит ждать и у крепости. Мусорные баки, похоже, неделю не вывозились. Ну а цирковые живут прямо в вагончиках без особенных удобств и коммуникаций. Вы находитесь в природоохранной зоне. У вас протекает река Анапка, у вас 200 метров море. Охрана морей 2 километра. И вы считаете, что складирование навоза от лошадей, мусор, нарушение полное в системе сбора мусора, ТБО и отходов физиологических. Это норма. Морским котикам создали условия для купания. Вода, стекающая из бассейна, уже превратилась за время в стоячее болото. Лягушки здесь скачут, да и змеи, говорят, водятся. Неудивительно. Возник у нас вопрос и по безопасности креплений павильона. Не впечатляет некрашенный забор на входе. Сорняки кругом. Зато активно бетонируются фундаменты под будущее кафе. На скорую руку возводятся летние павильоны. Нас пытались уверить, что те, кто взял эту землю в аренду у господина Антипина, создадут здесь некий исторический познавательный парк. И даже скульптуру Мстислава Смелого изготовили, чтобы установить ее на территории, дабы воспитывать потомков на героических примерах. Все бы хорошо, но в курортный сезон городу нужны порядок, комфорт и уют. А все остальное создается в межсезонье. Заявление о антисанитарии на территории детского парка мы передали в Роспотребнадзор. Шестая международная научно-практическая конференция «Стратегии социально-экономического развития и продвижения рекреационных территорий» открылась сегодня в Анапе. В конференции принимают участие анапские студенты, ученые и преподаватели ведущих вузов Краснодарского края и других регионов страны. Организаторы конференции – педагоги факультета журналистики и преподаватели анапского филиала Сочинского госуниверситета. В этом году научно-практическая конференция прошла в знаменательный для курорта год. Анапа отметит 20-летие присвоения статуса федерального курорта. За два десятилетия сделано многое и до сих пор в анапских здравницах развивают и совершенствуют лечебную базу. Тестируют и внедряют новые технологии, отдавая предпочтение современным и эффективным методам лечения. Сейчас наша главная цель – создание условий для круглогодичного функционирования курорта и повышения качества оказываемых услуг. Решить эту задачу можно нужно, сообща, привлекая к обсуждению проблемы развития в отрасли науку, бизнес-сообщества и власть. Участники конференции обсудили возможности продвижения курорта Анапа как доступного, привлекательного и безопасного. Основные направления работы конференции – увеличение инвестиционной привлекательности потенциала туристских и рекреационных ресурсов. Концептосфера маркетинга характеризуется четыре стратегиями или группами таких комплексных сложных сущностей. Это маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения. Специалисты отметили, от отношения каждого жителя Кубани к организации отдыха для туристов складывается общее мнение о курорте. Краснодарский край теперь не единственный субъект Российской Федерации на Черноморском побережье. Большое внимание уделили вопросам привлечения отдыхающих именно на Кубань. Второй день конференции участники проведут за круглыми столами, общаясь с представителями пресс-служб Краснодарского края. В администрации города прошло совещание с руководителями детских здравниц. Наступает самое ответственное для них время. К массовому заезду детей все должно быть готово на оценку «отлично». На первый план выходит обеспечение безопасности маленьких гостей. Все недоработки необходимо устранить в кратчайшие сроки. По итогам краевого совещания, на котором обсуждался вопрос подготовки детских здравниц к сезону, в администрации Анапа собрали руководителей всех здравниц. Для того, чтобы еще раз обсудить, какие требования предъявляет законодательство к тем, кто работает с детьми, и как в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недочеты в организации отдыха и оздоровления. Имеется информация на сегодняшний день, что не все здравницы детские попроцентно готовы к началу курортного сезона. Есть определенные замечания и достатки. Вот мы сейчас их, наверное, так обсудим. Совещание прошло при участии представителей правоохранительных и надзорных органов. Сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры завершили плановую проверку по подготовке детских оздоровительных учреждений к курортному сезону. В ряде здравниц выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического режима и правил пожарной безопасности. Их устранение требований прокуратуры. Руководители детских санаториев ознакомили с актами прокурорской проверки. С 1 июля 2015 года запрещено перевозить детей на автобусах, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Пора задуматься об обновлении автопарка. Еще одно требование – наличие паспортов безопасности. Есть совместный приказ МВД, ФСБ и регион соцразвития именно по паспортам безопасности санаторно-курортных объектов, где определено, что паспорт безопасности составляется или действует 5 лет. По состоянию на 1 января каждого года он корректируется. Некоторые руководители оздоровительных учреждений только в начале курортного сезона сдали паспорта безопасности на согласование. Не учли, что на проверку документации необходимо время. Мелочей в работе с детьми быть не может. Все вопросы должны быть учтены. На совещании обсудили эффективные меры и способы устранения нарушений и недочетов. Я вас очень попрошу сосредоточиться, собраться с вашими силами и возможностями, максимально вести здраво и цитирование законодательства. Отдых детей в первую очередь должен быть безопасным. Такую задачу ставят краевые и городские власти, надзорные и контролирующие органы. Нелегальное такси – головная боль любого курортного города. В погоне за выгодой водители нарушают законы, порядок и правила безопасности. Упорядочить работу в сфере пассажирских перевозок потребовал глава Анапы Сергей Сергеев. И оставить бомбилы серых извозчиков в прошлом курорта. Крупные закупки в магазине или 15 минут до встречи. Такси часто вызывают как скорую транспортную помощь. Вот только не со всеми водителями доехать получается быстро. Мы останавливаем транспортные средства, которые незаконно занимаются конструкторной деятельностью. Все понятно? Мы сейчас запросим пассажиров, отберем подробное объяснение по факту. Заказали они у вас как такси, используется, вы перевозите их как такси. И соответственно составить на вас протокол. Вы нам с товарищем объяснение дадите подробное? По факту. А вы надолго задерживать будете? Нет, не надолго. Мы пишите объяснение, сейчас его поняли. Ну, нам просто как бы... Побыстрее бы. Водитель, если верит словам, подвез знакомых. Документы оставил дома. Подусмотрено административное наказание по статье 12.3, часть 2.1. Перевозка пассажиров в магазине такси. Используем для оказания перевозки пассажиров в магазине водителям, не имеющим при себе разрешения. Мы осуществляем деятельность по перевозке пассажиров в магазине такси. Проверяют таксистов на порядочность и законопослушность сотрудники роты ДПС, налоговые инспекторы и представители управления по транспорту и связи. В списке документов должно быть разрешение на пассажирские перевозки такси, свидетельство о регистрации и путевой лист. Значит, за несоблюдение требований, то есть по линии ГИБДД, это управление транспортным средством с нанесенной цветовой гаммой обозначения легкового такси, либо с шашечкой легкового такси, 5000 штраф с изъятием шашечки. За осуществление деятельности без предпринимательского свидетельства штраф от 500 рублей с арестом транспортного средства до решения суда. Оформить документы и подвозить знакомых и незнакомых спокойно в рамках закона специалисты уверяют – просто. Абсолютно никаких сложностей в получении документов нет. Одна сложность – это по цветам, то есть законам Краснодарского края перевозки по ссору в легковом такси определена цветовая гамма. Это белый, либо желтый цвет транспортного средства должен быть. И предоставляет, желающий предоставляет пакет документов, в который входит в свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности, документы на транспортное средство. Сколько времени? В течение двух недель выдается разрешение. С водителей, работающих вне закона, спрашивать будут по закону. Рейды и проверки в Анапе проходят постоянно, и спрятаться за наивным непониманием или обманом не получится. При этом власти Анапы поддерживают добросовестных перевозчиков, создавая оптимальные условия для работы. Выгода, очевидно, работать по правилам в Анапе становится само по себе правилом хорошего тона и заработка. К другим темам. 8 июня социальные работники отмечают профессиональный праздник. В Анапском комплексном центре социального обслуживания населения есть такое отделение, где сотрудники на посту в будни и в праздники работают как скорая социальная помощь. Много благодарности от клиентов приходит на имя сотрудника центра «Радуга» с Светланой Медведевой. Лариса Басова познакомилась с одним из лучших представителей профессии социальной работника. Светлана Медведева по образованию педагог. В Анапске комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» устроилась на работу всего год назад и сразу же зарекомендовала себя ответственным работникам. Хотелось бы отметить некоторых сотрудников, например, Титову Лилию Дмитриевну, Шикину Светлану Борисовну и отдельно Светлану Владимировну Медведеву. Она очень ответственно подходит к работе и за все время, которое она работает, зарекомендовала себя как очень доброжелательный, ответственный инициативный работник. Коллеги тоже отзываются о ней очень, что она отзывчивый человек, очень оптимистичный всегда. Светлане Медведевой доверили сложный участок. Она оказывает помощь 11 пожилым людям, 8 из которых инвалиды. Елизавета Павловна Колесник в их числе. 30 лет работала на стройке крановщицей. С диагнозом грыжа позвоночника в уходе не нуждается, но трудно передвигаться. Социальный работник помогает по дому, а также сходить за продуктами, лекарствами, заплатить за услуги ЖКХ, помыть полы. Теперь навали борща, кашу сварю. Такая прекрасная девочка. Хорошо обслуживаешь, вот скажу, на, покупаю, сышу, делаю. Безоборочно работаю. Проработав совсем немного в центре «Радуга», Светлана Медведева поняла, что с этими нуждающимися в помощи людьми у нее установились не просто дружеские и добрые отношения, а появилось чувство долга, ответственности. Как они без нее обойдутся? Нужно быть с ними тактичными, вежливыми, терпеливыми, да. Да, родители напоминают. У меня вот мама умерла от рака, ей было 56 лет, да. А тут все бабушки и дедушки больные, тоже как-то вот к ним забота нужна, чуткость. И они отдают это с благодарностью взамен. То есть ждут меня. Если где-то запаздываю, звонят уже. Я всегда как бы тороплюсь к ним. Продукты, чтобы все были вовремя, чтобы все купила. Если где-то чего-то нету, значит, обязательно нахожу. Так как у них нету далеко близкие, здесь вот практически ни у кого нет. И я, получается, единственная надежда. Вы не одиноки. Если нужно, мы придем на помощь. Под таким девизом работает Анапский комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга». И всех представителей благородной профессии поздравили с профессиональным праздником в Центре культуры Родина. День социального работника – праздник с богатой историей. Со времен Петра Первого по указу к десяти больным в богодельне был представлен один человек для ухода. Спустя столетия такая помощь стала профессией. А достойные продолжатели дела, начатого Петром Первым, сегодня принимают поздравления за преданность подопечным и профессии. И здесь недостаточно добросовестного выполнения ваших функциональных обязанностей. Здесь очень важно иметь благородное большое сердце, которое есть у вас. Очень важно иметь огромное терпение, умение сопереживать. И это все есть у вас. Почему? Да потому что наши анапчане, а их 365 человек, работников социальной сферы, сегодня помогают людям и несут им, и дают уверенность в завтрашнем и будущем дне. Поэтому разрешите вам пожелать здоровья, удачи, неиссякаемого оптимизма, энергии, в вашем нелегком, но очень благородном, хорошем труде. С праздником вас! Заместитель главы города Людмила Мурашова вручила грамоты и цветы тем, кто каждый день помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С праздником соцработников поздравили творческие коллективы Анапы и будущие коллеги, студенты Российского государственного социального университета. Выступление детей из клуба эстетического развития «Дорога добра» у многих вызвало слезы. От умиления и радости, что дети, несмотря на физические недуги, смогли стать настоящими звездами. Сотрудники социальной сферы перед выступающими в долгу не остались. Дебют хора соцслужбы с гимном соцработника приняли с восторгом. Есть у нас любимое дело, И хотя не легок наш труд, А судьба у Бога по власти, Мы спешим, нас верят нас ждут. Те, кто хочет чуточку счастья. От профсоюзной организации, руководителем отделов соцзащиты, подарили цифровые фотоаппараты, чтобы их яркая и многогранная жизнь оставалась в истории для следующих поколений социальных работников. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Воскресенье 8 июня в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 21-23, ночью около 19 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных! Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова